Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжаем настраивать нашу рекламную кампанию. В предыдущем уроке мы создали пиксель таргетинга для нашей рекламной кампании. И вот он уже у нас здесь отображается. У вас он тоже здесь будет, но будет называться по-другому, как вы его назовете. Обратите внимание, сейчас мы настраиваем группу объявлений. После того, как пиксель аккаунта у нас настроен, мы должны выбрать то событие, которое будет отслеживаться системой. То есть, за что у нас будут списываться деньги. Мы выбираем лид, так как это удобный вариант отслеживания. В нашем случае у нас появилось окно «Настроить отслеживание конверсии». Появилось, потому что мы не устанавливали код на наш сайт. Так как мы создаем данную кампанию в учебных целях, у вас же такого окошка не будет. Обратите внимание, что справа у вас приблизительные результаты охвата и конверсии, которые отображаются. Эти параметры будут изменяться в соответствии с теми настройками, которые мы еще будем устанавливать. После того, как мы выбрали лид, мы спускаемся ниже и включаем кнопку «Динамические креативы». Эта функция поможет нам расширить возможности по оформлению рекламного объявления. И мы переходим к настройке бюджета и графику показов. Здесь видно, что дневной бюджет выставлен 400 рублей. Также можно выбрать дневной бюджет или бюджет на весь срок действия. Выбираем дневной бюджет, так как эта функция позволит более точно отслеживать расходы. При сумме бюджета 400 рублей и при этих параметрах мы видим определенные параметры охвата и конверсии. Но если мы будем увеличивать сумму бюджета до 1000 рублей, мы увидим увеличение охвата и конверсии. Отсюда можно сделать вывод, чем больше сумма бюджета, тем больше показатели охвата и конверсии. Но окончательный бюджет необходимо определить заказчиком или руководителем, опираясь на данные параметры. Мы оставляем 400 рублей. Дело в том, что мы создадим две группы таких объявлений. Одна направлена на мужскую, а вторая на женскую аудиторию, чтобы посмотреть, какая из них лучше реагирует на нашу рекламу. На практике при создании рекламных кампаний создается много групп объявлений на разные аудитории, для того, чтобы более детально и более точно ее определить. Теперь нам необходимо указать дату начала показа объявлений. Мы запускаем ее с понедельника и до понедельника следующей недели, чтобы отследить недельный диапазон. Для этого мы ставим галочку «Установить дату окончания» и выбираем соответствующую дату. Можно уточнить еще и время, но вы это сделаете самостоятельно. Есть еще дополнительные параметры «Графика рекламы», где вы можете указать определенное время в течение дня, когда реклама будет показываться. Но эта функция доступна при бюджете на весь срок. Далее мы приступаем к уточнению нашей аудитории. Мы можем использовать уже использованную ранее аудиторию, но мы создадим новую. Для этого мы спускаемся немного ниже и начнем с местоположения нашей аудитории. Из выпадающего списка выбираем «Живущие здесь» или «Недавние посетители». Затем удаляем местоположение России и вписываем город, например, Одинцово. У нас в выпадающем списке местоположение сразу отобразится, и мы его выбираем. После этого можно уточнить расстояние в километрах от нашей точки. Мы выбираем 15 километров, так как в этом радиусе, по нашему мнению, находится наша целевая аудитория. Также вы можете поставить галочку на карте в другом районе, если считаете, что там находится ваша целевая аудитория. И также указываем радиус охвата в километрах. В этом случае наша реклама будет показываться в двух отмеченных нами районах. Далее мы уточняем возраст. Нажимаем на кнопку «Изменить» и указываем возраст от 20 до 25 лет. Или любой другой возраст, который вам кажется оптимальным. Вы можете создать несколько рекламных кампаний с различным возрастом. Теперь мы выбираем пол. Мы выбираем мужчины. А в другом объявлении мы выберем женщин. Детальный таргетинг позволяет нам более точно определить параметры нашей целевой аудитории. Например, мы выбираем графический дизайн и пишем это в соответствующем поле. После чего система дает нам подсказки, которые мы выбираем. Мы можем выбрать несколько вариантов, отвечающих нашим требованиям. Можно указать массу параметров более детально, определяющих тех людей, которым может быть интересна наша реклама. Есть еще дополнительные параметры, которые также позволяют уточнять аудиторию. Но вы можете разобраться в этом самостоятельно, так как все настройки там интуитивно понятны и похожи на то, что мы уже с вами сделали. Далее нам необходимо выбрать место размещения нашей рекламы вручную. Мы щелкаем по соответствующим пунктам. Мы хотим, чтобы наша реклама показалась только в инстаграм. И снимаем все остальные галочки, кроме пункта инстаграм. После чего в списке ниже мы проверяем конкретные места размещения. Это будет лента инстаграм, интересная в инстаграм и история в инстаграм. На этом настройку группы объявлений мы завершаем и нажимаем кнопку закрыть. Обращаю внимание, что именно закрыть, а не опубликовать. При этом все настройки сохранятся. А в следующем окне мы тоже нажмем просто закрыть. В следующем уроке мы приступим к оформлению уже непосредственно самого объявления.